привет а ты не боишься там говорят что говорят что если ловят поймали рариша семью и не катались на санках на каком-то там озере это много было детей приехала полиция всех разогнала на прошлой неделе смотри сейчас они ловят везде и штраф уже не 100 евро и не 200 и вернетесь домой за счет так темно из-за снега ой сколько снега зашел снег доброе утро друзья у нас вот такой новый заснеженный лог из города мюнхена воскресенье температура минус 9 и уже три часа как идет красивый пушистый снег валя едет делать фотки вот а я иду себе сделаю смузи из протеина ты обещала утром когда я буду краситься я буду получать свой смузи блин я еще даже пришла посылка сахар посылка из америки вот так называется можно заказывать из америки витамины эфирные масла там разные добавки как она доезжает до украины есть по моему минимальная доставка в германию бесплатно возят если ты заказал больше чем на 40 евро я не знаю в румынии больше чем на 60 многие женщины себе в паре заказывают допустим у нас в бельцах не найти хорошего качественного кокосового масла и женщин заказывают и одну банку масла я эту банку масла между братьями сестрами соседями что я заказала в этот раз вот так выглядит посылочка очень часто фольга или клееночки эти пупырочки они всегда зеленого цвета типа айхерп я люблю природу самая большая банка это протеин потому что я мало протеина ем и как мало чтобы вы поняли и им хорошо у меня хороший аппетит но мышечная масса она все равно немножко упала и хорошо бы утром выпить протеиновый смузи или детское питание как выписывают он к пациентам ну как бы я в весе во мне 48 килограмм мне нормально веса нашла на айхерпе вот такой вот протеин можно утром делать смузи это когда миндальное молоко несколько ложек протеина клубничка заморожена ягоды какие-то из морозилки и можно пару ложек овсянки да и это сразу протеин тебе дает силы на день вместо кофе допустим чтобы заменить можно не исключать кофе я имею ввиду вот чем можно быстро утром придать себе энергию то у меня протеин из конопли он растительный он не животный смотрю нарисовано что есть разные банки с разными вкусами там натуральный ванильный шоколадный здесь сразу написано что это глютен фрай органический сульфат там фрай и соя фрай для девочек у кого проблем с гормонами и боятся употреблять продукты из сои не знаю на вкус попробуем сейчас потом вам скажу давно хотела крем от бентун я очень хорошо знакома с косметикой с айхерба но многие покупают перед новым годом я сказала вот такой вот от бентона крем под глаза все продукты я еще не пробовала поэтому я сначала попробую протестирую потом вам об этом расскажу отзывы на него прекрасные я смотрю так вот это корейская вот корейская я очень хочу больше корейской косметики покупать потому что она намного дешевле чем французская и говорят что она не чуть не хуже и иной раз есть продукты которые даже лучше я не знаю сколько грамм но он выглядит очень большим аль ты не можешь найти сколько здесь грамм креме что прям так солидненько тюбик тоже 30 грамм для глаз это конкретно это много вот сегодня буду его пробовать чем-то побрызгалась вкусно и вот такой вот кальций с магнезиумом я сдаю всегда анализы кровь на кальций на витамин d на железо никогда не употребляю что-то просто так потому что другие говорят кальций мне нужен у меня метастаза в костях мне врач сказал кальций в каждый день это до конца жизни и сначала прописал такие таблетки которые как аспирин у пса их в стакан кидаешь и наливаешь водички они шипят все сладкие может там сахар заменитель не знаю но полюбайся какое-то вредное и я не могу там надо наливать полный стакан воды я еле-еле его допиваю в таблетках мне тоже неудобно я поняла что они не очень хорошо осваиваются ну просто как мел такое остается между зубами вот эти которые у меня есть и ну так написано на упаковке что их нужно обязательно там растолочь во рту так здесь у меня кальций магнезий и витамин d3 интересная комбинация никогда не видела витамин d и d3 в комбинации с кальциумом ну вот значит витамина d здесь 500 единиц мне приписали от 800 есть такое поверье что он к больным нужно больше чем 800 вы пожалуйста это прогуглите или спросите у врача кальциум здесь 600 миллиграмм и магнезиум а здесь 300 миллиграмм я так понимаю что по одному колпачку или может быть по одной чайной ложке но точно вот типа такого должно быть это наверное масло лаванды у меня сейчас начался голяк с маслами все все что я заказывала года два тому назад но но уже и стратилось ну масла не для приема внутрь хотя одна этих написано что их можно и во внутрь принимать я все для ароматерапии для арома ванн вот такое сказала эфирное эвкалиптовое масло потому что сейчас зимушка зима и хочется в соль морскую капать что-то от простуды чтобы так прогреться хорошо в ванной теплой водичке когда оттуда исходит аромат какой-то елки не знаю хвойных деревьев эвкалипта это приятно мне кажется вы видите что все очень хорошо упаковано что ничего не бьется все доезжает нормальном состоянии и мое любимое ну не в смысле от этой фирмы а вообще мое любимое масло эфирное это масло лаванды наверное почти все девочки любят лаванду горную лаванду от этой фирмы есть разные виды лаванды у меня это которая немножко дороже есть немножко дешевле такая же баночка есть немножко дороже точно разницу не знаю когда узнал вам расскажу такая прекрасная погода на улице но такая просто волшебная сказочная зима валю не смогла убедить не уезжать на прогулку я понимаю ее она девочка почти 20 лет вот летом ей будет 20 лет два месяца на уже закрытая в доме с лета она переехала сюда друзей ну почти не нашла нашла одну девочку в школе там на курсах потом та девочка вернулась обратно в румынию но она несколько раз выходила с компанией той девочки от компашка в одном районе мюнхена вот она познакомилась этой компании несколько раз еще они ездили там на шашлыки сегодня они ее позвали давай-ка мы приедем за тобой на машине но там в основном девочки только два мальчика по моему только у двух девочек есть парни давай мы приедем с тобой на машине поедем в парк хоть пофоткаемся чтоб какие-то хоть воспоминания остались о зиме дурин проснулся она уже накрашенная выходит из дому говорит а ты ей разрешила спрашивала у тебя разрешение я говорю ну конечно же спрашивала и тут ты палка двух концов ну как не отпустить ну разве можно не отпустить в то же время я не знаю с кем они там ходят где они гуляют хотя девочки по понятным причинам потому что у них нет работы они все на курсы ходят сидят дома но парни это по идее вроде как бы работают но в общем то не знаю не знаю как уберечь себя от коронавируса до сегодня смотрел вроде бы как число заболевших уже уменьшается потому что но и германия просто напросто была черная если смотреть по харте то там практически на каждый город и на каждую местность там число и и инфицированных превышала 200 человек по моему на 100000 что-то типа такого даже не знаю делать себе кофе или не делать думала что немножко я прекращу с кофем хоть он у меня и натуральный и слабенький вот с этого аппарата и тот который я беру он очень поджаристый не очень горький ну по моим ощущениям не очень крепкий но почему-то это тревога я не знаю еще и слабость началась вот после лимболизации кровь еще не сдавала но какая-то непонятная слабостью в первой половине дня решила что не будут или выпить одну чашку даже не знаю потом поняла что быстрее всего что все это у меня из-за того что узнал там заодно нашел пар семейную мы с ней дружим что у них там проблемы какие-то в семье непонятные если что они смотрят мои влоги и они в курсе того что и говорю но я иногда сижу и думаю люди бывает такое что просто напросто с жиру бесится тут некоторые не знают как в каждый день идут на бой за свою жизнь и вымаливают время и секунды у бога и его вселенной чтобы остаться здесь побыть еще со своими родными и близкими а другие люди которые вот если со стороны посмотреть мы никто не знаем что такое нормальность никто из нас не знает что такое нормальность по крайней мере я не знаю что такое нормальность для меня не существует предмета относительности то есть вот эта банка вот она нормальная а вот это вот банка она ненормальная поэтому все эти каноны и нормальности это что-то что навязывает социум принципе я не знаю нормально или моя семья я живу по каким-то правилам и мне кажется что-то приемлемо но вот для всей общественности для такого нормального стандартного обывательского общепринятого мнения вот эта семья выглядела как нормально и тут такие байки слышишь такое люди вытворяют сами сами своими руками причем не жалея того что они создали в течение многих лет что там родились прекрасные дети что у них есть и свой общий быт свои общие какие-то привычки интересы родственники друзья у них сзади история целая вот люди начинают это просто-напросто все обесценивать и просто-напросто я смотрю как между пальцев убегает их счастье из их рук и чем больше я смотрю на других я не знаю вот сейчас это будет выглядеть как сама хваление какое-то там самолюбие но чем больше я смотрю на историю разных людей я понимаю насколько нормальные мы с мужем ну для многих мы с мужем ну понятно что не стандарт потому что разница в возрасте хотя это сплошь и рядом потому что не знаю у многих я вызываю такое чувство будто бы я вышла замуж ради там бабок каких-то что не исключает доли правды я действительно посмотрела на какое-то финансовое положение своего мужа я же не какая-то дурочка брать какого-то болвана и себе на шею когда у меня двое детей все то что мы вот создали вдвоем с мужем это все многими обесценивается потому что это все вот неправильно все вот это вот неправильно что делают они вместе может быть моя с мужем семья не совсем стандартная но смотря на другие семьи я понимаю и радуюсь какие же мы все-таки нормальные я бы вчера сидела за столом ну вот обедали мы я так посмотрела на всех но все равно же я какие-то там дефекты нахожу какие-то свои пробелы воспитания детей что я что-то не додала что может быть из-за того что у меня было мало времени я не столько много там внимания и любви вложила и может быть нужно было что-то по-другому сделать и ну какое-то постоянное чувство вины но вчера я осознала что я должна быть благодарна и богу и самой себе и хвалить себя и мужа и детей за все то что мы есть сегодня потому что мы на самом деле капец какие нормальные вот видите какую вам демагогию сегодня начало нести я просто проснулась не на своих вибрациях я обычно на таких повышенных вибрациях вот когда у человека хорошее настроение и он позитивно мыслит он просыпается с утра и такой и все сегодня новый день я никогда не думаю о том что вот сегодня я опять начинаю опять что я буду искать опять у меня будут разочарования нет я просыпаюсь и сразу такой рубильник переключаю начинаю думать что я сегодня и еще шагом ближе к там выполнению и сбыванию своего желания а тут сегодня прям вся моя аура не знаю подырявилась что ли будто бы листика синий которого ветер срывает с и дерево не знает куда опрекается и его там уносит и в одну сторону и в другую сторону и самочувствие не очень хорошее и настроение не очень хорошее но глядя на такую прекрасную погоду я начинаю уже приходить в себя и начинаю понимать что в принципе мы можем изменить только свои действия мы не в ответе за наших там друзей или там родственников родителей или детей поэтому надо попытаться изменить хоть то что мы в силе изменить и что мы в силе сегодня для себя конкретно изменить мы в силе заварить себе какой-то напиток какой-то коктейль или какой-то чайок не знаю любой который вам приносит удовольствие или успокаивает и по крайней мере мы можем успокоить свои нервы со спокойными нервами мы сможем более нормально уже судить о происходящем и может быть уже с нормальной такой сбалансированной нервной системой мы сможем принять нормальные решения да кстати и в моей семье ничего не произошло чтобы никто не подумал что мы там поругались или разводились наоборот я еще один раз себе доказываю как все-таки я счастлива в браке и какие у меня все-таки хорошие дети вот с их минусами и плюсами со всеми какими-то ну заморочками и с бочки даже неважно наверное то что сын просыпается и не убирать за собой постели я говорю ему об этом каждый день что нужно прибираться что хаос в комнате это хаос в голове и он говорит что он изменится но он пока не меняется даже это дорогие мои хорошие это на самом деле такие пустяки и мелочи ты предъявляешь столько претензий и недовольство к своей жизни к своему быту к своим родным и близким только в тот момент когда ты в полном адеквате когда ты полностью здоров но наверное это очень нервный из того что просто но жизнь такая вот нервная такая у нас современная жизнь а в момент когда у тебя происходит несчастье и в момент когда ты теряешь здоровье и земля уходит из-под ног на самом деле человеку нужно просто не знаю какой-то тепленький угол где можно вот так вот свернуться и хорошее доброе слово от кого-то больше ничего не нужно какое-то слово успокоение хочется что кто-то тебя погладил по головке и сказал что все хорошо и вы вселил в тебя надежду вот этого тебе хочется а остальное все это ерунда это пыль и шелуха и ни о чем ладно девочки все-таки налила я себе чашечку кофе не знаю что будет об этом я вам расскажу в завтрашнем о влоге всем пока пока до новых встреч с вами была кара тем тем и до завтра